всем привет с вами антон карасев и канал облачного бизнеса мтс сегодня мы продолжим наше увлекательное путешествие в мир облачных технологий напомню что в прошлых роликах мы с вами познакомились с облаком в целом поговорили об облачной архитектуре кстати если вы не успели посмотреть эти видео то ссылка на них будет доступна в описании и так вы решили арендовать облачную инфраструктуру в формате иаз обратились к провайдеру и получили доступ в облако что делать в первую очередь как подключиться к облачной площадке и для чего нужен клиентский портал в cloud директор подробнее об этом расскажем в сегодняшнем видео погнали прежде чем перейти к деталям отмечу что в основе облачной инфраструктуры провайдеров в cloud мтс и айтиград лежит оборудование уровня enterprise и технологии виртуализации от бим в и конечно же we cloud директор в апреле 2020 года инструмент потерял букву v и теперь мы просто называем его cloud директор тоже представляет собой cloud директор в первую очередь это ключевой инструмент управления облачной инфраструктурой или проще говоря в веб-портал которому клиент так называемый тенант получает доступ у cloud директор простой и гибкий интерфейс с его помощью даже новичок разберется как создавать виртуальные машины контейнеры vip шаблоны есть и дополнительные возможности например управление внутриоблачными сетями чтобы попасть в панель cloud директор необходимо пройти по прямой ссылке от провайдера либо подключиться через личный кабинет пользователя для доступа к cloud директор вам необходимо авторизоваться ввести предоставленные поставщиком услуг логин и пароль безопасность превыше всего поэтому в будущем пароль желательно изменить а теперь рассмотрим базовые элементы cloud директор после успешной авторизации вы попадаете на главную страницу cloud директор а в которой представлены различные объекты инфраструктуры именно их мы сегодня разберем и остановимся на самых основных начнем с организация организация это контейнер верхнего уровня в облаке который содержит один или несколько виртуальных дата-центров организация также может содержать произвольное количество пользователей и групп а пользователи могут быть созданы администратором организации или импортированы из службы каталогов актив директоре переходим к виртуальному сот виртуальный дата-центр или виде сим это пол доступных вам облачных ресурсов здесь можно создавать виртуальные машины контейнеры via управлять сетевыми настройками случае нехватки выделенных виртуальных ресурсах их в любой момент можно масштабировать следующий важный элемент это v-app v-app это контейнер для хранения виртуальных машин с помощью v-app вы можете управлять целыми наборами виртуальных машин включать их перезагружать или выключать при необходимости это проще и быстрее чем работать по отдельности с каждой машиной а теперь подробнее остановимся на виртуальной машине это один из ключевых объектов виртуального дата-центра виртуальные машины можно создавать с нуля с использованием образа или шаблона виртуальная машина потребляет ресурсы процессора памяти жесткого диска как и любой физический сервер внутри машины вы можете развернуть операционную систему а затем установить приложение и работать с ними привычным для вас способом а чтобы виртуальные машины могли взаимодействовать по сети друг с другом необходимо позаботиться о сетевых настройках для сетевой связанности в клауд директор используются v-клауд-нетворкс v-клауд-нетворкс представлены тремя типами сетей v-app-нетворк организейшен-нетворк и экстронал-нетворк а теперь давайте поговорим подробнее про каждую сеть v-app-нетворк позволяет виртуальным машинам внутри контейнера v-app взаимодействует друг с другом по умолчанию эта сеть не будет доступна для виртуальных машин из других v-app что обеспечивает изоляцию между двумя контейнерами это особенно важно когда у вас виртуальным сот живет сразу несколько проектов и они не должны друг друга видеть организейшен-нетворк сеть уровня организация открывает больше возможностей позволяет виртуальным машинам в разных контейнерах v-app одной и той же организации взаимодействовать по сети друг с другом external network или внешняя сеть открывает виртуальным машинам вашей организации доступ во внешние сети при необходимости виртуальные машины смогут выходить в интернет и подключаться к сетям филиалов по vpn на этом все более подробно о сетях и сетевых настройках мы поговорим в следующих видео надеемся что вы усвоили из каких основных компонентов стоит cloud директор чтобы не пропустить новые видео обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте лайки кстати сейчас самое время поставить пальчик вверх и пишите в комментариях о чем бы вы хотели узнать в следующих выпусках мы очень любим обратную связь пока а